Сюда. Сюда. Да блин, жди. Кого? Не туда? Туда. Летучая мышь. Да идем нормально, вон она летает. Вот такая дорога, и над ней, практически над ней летят самолеты. Заходящие на посадку в Кивацкий аэропорт. Всем доброго дня, или добрый день, как говорят здесь в Черногории. Сегодня хороший и теплый солнечный день, и наши друзья, их смены, нас пригласили посетить. Интересное место здесь, недалеко от тех горах. Называется Анова Фурмац. Это полуостров в Которском заливе, или в Которском Адриатическом море. Западная часть Черногории. Наивысшая точка его, это вершина Святого Ильи, высотой 766 метров. Мы едем по старой военной дороге, построенной еще Австро-Венгерской империей. Дорога узкая, и нам пока везет, что навстречу нам не едет какая-нибудь машина. Да, такие поворотники. Мы пришли с вами, приехали. Нас довезли вот на такой мощной машине. Мы поднялись в горы, но высоту... Какая здесь высота? Это неважно. Мы приехали в крепость посмотреть. Это австро-венгерская крепость, по-моему, да? Форт Врмац. Красивая оградка такая. Кованая, даже клепки. Достаточно прохладно. Хотя, внизу было очень тепло. Интересные чугунные сливы такие. Заходим. Смотрим по-моему. Ну да, здесь, смотри. Колодец какой-то. Может, запасы воды были. О, замуровано. Казематы такие. Наверное, казармы какие-то были, да? А здесь вообще, получается, ничего не видно. Осторожно здесь. А здесь что, лифт был? Смотри. Это как-то светлее было, как хорошо. Вот так показалось. То есть, реально, на лист похожий. Смотрите, а? Может, поднимались, пускали. Сверху стоят колпаки, в колпаках пушки еще стояли. Это что-то боеприпасов, да. А, точно, наверное. Вот эта вот часть, видишь, что деревянное почему-то было декрытие, нет потолка. Но на третьем этаже там прям стрёмно. Вот мы до этого места сверху долезли. И решили потом не лезть дальше. Хотя, хлопцы там были, вылазили. Вешалка. Осторожно. Смотрим под ноги. Крюки такие. Вешалка. Вешалка. В коридоре. Ну да, для этих годов, я думал, уже прям прорыв. Прорыв, да? Унитаз. Да, да, да. В общем-то, унитаз. Вот это вот, получается, потом вот, когда входишь и... Унитаз. Вытяжка везде. Кованая. Там забор идёт. Мрамор. Вот такой вид. А вот, смотрите, здесь ещё один туалет. Почему-то вот такой вот выход туда. Когда ходишь по этому форту, ощущается причастность к истории и начинаешь представлять, как здесь жили военные. Балка металлическая. Место. Мне кажется, тут для оружия. Вот здесь, скорее всего, стояла пушка. Здесь специально сделана так аркой. По-моему, даже металлическая арка, да? Бронированная. Смотрите. И это изготавливала Шкода. Шкода, видите, Шкода, Пилсон, 1896-й год. Да, вот здесь вот, скорее всего, вот этот радиус, по которому пушка ходила. Уже течёт. Пушка раньше стояла, а ты, говоришь, можешь сломаться. О! Здесь святой изображение. И здесь... Здесь изображение святых. Это, я не знаю, фрески такие. Или как они... Говорят, что тут жил монах, который расписал святыми. Видишь, да? Святыми. Хочу сказать, что достаточно неплохо у него это получилось. И это всё вот такая броня. Вот видите, железо. До сих пор не заржавело. До сих пор держится. Здесь это всё отапливалось. Печка такая. Дымоход куда-то не туда идёт. То есть нет дымохода. Или залейт. Эти комнаты как готовые декорации для фильма. Не правда ли? Перила, смотрите, как сохранились. Перила, да. Это не красное дерево случается? Дуб. Балки, да. Смотри, с арками такие. Так. Направо? Направо маленько. Сейчас, сейчас посмотрю. А, вот. О, так прикольно. Вот тоже Шкода. Ой, тут механизм какой-то. Вот. Что такое? Такая. Ничего себе. Я стою. Мой рост 183 сантиметра. 174. Мой рост 174 сантиметра. Я здесь спокойно помещаюсь. Не касаюсь вот этих штук. Вот здесь. Сохранилась лестница настоящая, которая была здесь. Здесь тоже турель. У нее есть открытые. Сохранилась дождя. Сохранились даже какие-то стяжки. Вот такие болты. Интересно, чтобы все сохранилось. Подпорки все равно стоят такие. Укрепление здесь сделано. У нас вот тоже лестница. Сохранился даже рычажок. Такой. Трещина уже пошла, правда? Вот такой рычаг. Тут они крутили, и она ездила. Вот, ребята, вот такие подшипники. Вот на таких подшипниках это все двигалось. А? Дашь тебя по голосу найду. Я думал, свет включен. Здесь тоже. Ага, Таня. Вот в каких условиях мы здесь лазим. Неудобно. Да. Вот так вот мы лазили. Солдаты австрийской армии. Закрываются на бронированную дверь. Бронированную вот такой же толщины. Но пока сейчас уже не функционирует. Как здесь здорово. Вот такой вид. Вот такие гидроизоляции, которые до сих пор еще держатся. Вот эта пушка. На кого она направлена, фиг его знают. Но она крутилась. Она крутилась. То есть она держала круговую оборону. Цель тоже имеется. В виде вот таких выходов. Так, где же у нас эти турели, в которых мы заходили? Вот она. Одна из башен. Достаточно высоко. Чтобы вы поняли, вот снимаю сбоку. Таким водостоком вода уходила по низу. Как Гагарин и Титов. А вот на этой машине мы приехали. Туалетные вытяжки. Судя по мошкам. А тут какая турель. Она что так заросла? Получается. То есть она ниже была? А снаружи это культурный слой, что ли, тогда получается? Ну да, обросло все. А снаружи, видишь, тоже какая-то дозорная тень. Не, мне кажется, что-то другое это. Не турель. Потому что, ну не знаю, посмотрим, что там. Да что, идем? Идем. Ты переживаешь же меня? Конечно, я сейчас тебя спускать буду, а ты думаешь, что и вылезешь здесь. Влезусь. Все должны, никто тут не останется. У меня же как-то влезло сюда. Да, другого выхода, кстати, нету здесь. Я так понял. Давай убирай, будешь меня держать. Ладно. Тихо. Я нанрил. Да нормально все у меня? Еще, еще, еще. Еще, вот так. Смотрите, скользкие теперь эти. Держись за поручень. Подожди, все, вот держись. Осторожно, осторожно. Скользкие. Ага. Так, кошмар. Сюда. Ну, там уже свет забрежился. Ну, примерно, да. Тут нельзя. Сюда не ходи, туда сходи. Осторожно, лужа. Ступеньки. Так, где мы? Сюда. Не туда. Вронку. Стой, стой, стой. Не сюда. Смотрите, нет потолка. На третьем этаже, там прям стрёмно. Значит, туда. Сюда, туда, туда, туда. Сюда, мы ходи, туда ходи. Да, будет. Так, осторожно. Нет, мы тут не ходили. Да ладно. Нет. Нет? Нет. Давай, пройдём. Какая разница там. Давай, давай, давай. Так, мы не ходили. Пойдём сейчас. Так, мы сюда, пойдём. Сюда. Тут ходить негде. Аккуратно только. Так, там нет выхода. Ну как нет? А если поищем? Нет. Бойницы такие. Мы тут не ходили. Таня, пошли. Смотрю. Аккуратно здесь. Солнечко. Так. Нам сюда. 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 Да блин, жди. Кого? Мы туда. Туда. Видишь? Всё, улетел. Давай, чтобы вытащили. Вытащили? Да идём нормально. Вон она летает. О, как нормально. Вот она здесь заправляет всем. Мама. Так, стой. Здесь крышечка. Пошли сюда. Всё. Вышли. Вот такая вот крепость. Так. Из-под земли торчит. Вот так ходи по неизвестным местам. Это оборонительные, наверное, какие-то вещи, что сюда не ходило. Никто не ходил. Вот она. Времён остальных. Венгрии колючая проволока. Вот наш остров цветов. Вот там наша Марина, где мы живём. И вот такой шикарный вид. Вот там уже море. Открытое море. Облако интересно такое. Как луна. И вот выход в море. Вот идёт так. И вы уже там, в Адриатическом море. Казармы с прекрасным видом на Адриатику. Флагштоки. И висели когда-то знамена. Вот так вот сушатся носки. Не знаю, чьи. Они разные все. Это кто-то оставляет здесь? Островенков? Да, носки. Носки бывших островенков. Смотрите, какое укрепление идёт стены. Вот здесь. И вот такой у нас красивый живописный путь среди сосен. Мы идём. Вот у нас Алина. парк, где мы гуляем. Там солончаки раньше были в Средневековье. Вид вообще прекрасный на море. 5,5 километров. Святой Илья? Ага. 785. Над уровнем моря. Ага. Спасибо. Погнали. Здесь стоял, наверное, на посту охранял подъезд и временами любовался вот на такой вид. Красота. Обалденно. Природа берёт своё, забирает у человека всё, что человек в своё время у неё забрал. Наша группа меня ждёт, так что поспешим. дорога была помещена такими булдуганами. Наверное, сейчас всё насыпное, а так вот она здесь была укреплена. пока мы идём по этой дороге, здесь встречаются сплошные укрепления, сплошные какие-то казармы, возможно, возможно, дома для провизии, для провианта. такой интересный пункт раздачи воды. Есть вода. Да, воды полно. Вот такой эксклюзив из дерева. Долбёж. Долбёнка. А вот крапива. Чёрт. Катива. Долбили, долбили, не выдолбили. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Идём дальше. Вообще волшебно. Горы. Котор. Мы селфимся. Мы, да, самые красивые в Которском заливе. Маринка. Маринка, привет! Вот зелёный богомол. Богомол, привет! На меня смотри, на меня. Богомол. О, молодец. Улыбочку. Вот. Так укреплена дорога. Камень прикручен. А, вон трещина идёт. Внизу идёт трещина. Вот так вот. И его решили просто укрепить. Представляешь, перфораторы, наверное, накито были какие-нибудь. Очень красиво. очень волшебно. Это выход из Которской бухты. Вот. Там выход в море. Да? А, это Тиотский залив, Которская бухта с другой стороны, ребят, чтобы вы знали. Мы как раз идём по хребту, которая отделяет Тиотский залив от Которского залива. Кстати, вы знали, что мы сейчас идём по хребту, который отделяет Тиотский залив от Которского залива. Вот так вот, ребята. Окаменевшая берёза. Вот она так вот росла, наверное. От уголя. Гугл. Мы уже почти час идём, ещё шутим. Пока. Так что всё нормально. За нас не переживайте. Там тоже какое-то сооружение. Давайте посмотрим. Сейчас мы, пока наши там идут, мы их догоним и посмотрим, что это за сооружение такое. А, это дорога. Дорога. А здесь вот такой вот водный этот водный проток с гор. Вот. Может они здесь стерняли в небо вообще? Да. А может зенитки, да, стояли. Горс стернять по самолётам удобнее, чем снизу. Может быть, да. Если мы увидим следующую, которая будет в ту сторону направлена. Ну да, нет, они все в ту сторону. Просто здесь, да. А самолёты могут быть... Вот такие сооружения. Вот так видишь, вот такие разваленные сооружения каких-то технических, может быть. Аккуратно все отделано, чтобы не навалился грунт. дубы колдуны. Тоже там какое-то сооружение интересное. Вот мы тихонечко подходим на наивысшую точку этого маршрута. Какая же красота, друзья. Такой безмерно спокойный залив. это самая высокая точка на этой гряде. Часы показывают 750 метров над уровнем моря, но мне кажется, Коля обманывает. Сколько здесь? Сейчас скажу тебе. У меня часы показывают 750. 760 Ну, 750. А, ну, вот на часах 650. Нам часы почти точные. А вот смотрите, ребят, как выглядит крепость Которе. Вот она вот так вот проходит. Интересно, что когда мы видим крепость, когда мы видим крепость отсюда, мы видим ее рельефность. То есть она проходит так и видим, дальше есть углубление, что там есть ущелье, а со стороны моря этого ущелья не видно. Блин, который охранял здесь верхушку этого места. К сожалению, очень много досок. Сейчас попробую туда спуститься. надеюсь, не награжены. Вот такой вид у них тут здесь тоже металл, видимо, швеллера какие-то. Решеточка такая. случайно наружу. Вот такой вид в турели. Здесь на море вообще прекрасно. И вот на Кодор на крепости. Мы сегодня завтракаем. обедаем, да? Сколько времени? 13-12. Вид просто шикарный. Тепло, очень тепло. Ветра практически нет. Это самая высокая точка здесь. Ну, выше, наверное, вот там на шпиле. монтенегра. Видно монтенегра. Интересные горы. Кстати, здесь открыто можно посмотреть, что здесь такое. что за будка такая. Тут сыр, но не протекает. Тут окрасил. На всяком случае, мне кажется, тут какой-то непогода. Вау! Можно переждать, но ничего себе. вот это гнездо осиное. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok